Всем привет! В общем, сейчас 3 часа дня почти, без 15 минут, и я сидела всё это время и рисовала собак. Нарисовала я пока что только одну собаку, и хочу вам показать результат, то есть, чтобы вы заранее понимали, как это всё будет выглядеть. Кстати, у меня здесь спит мой котик. Посмотрите, какой он милаш. Заранее для сравнения показываю вот эту вот собаку. Это немецкая овчарка, это моя вторая собака, по-моему, или третья, которую я рисовала. Вот, то есть, вот сравните, да, лапки. Тут оно вообще уже всё порвалось, то есть, ужасно, да. И, смотрите, тадам, вот такая вот разница. Вот, чтобы вам не отсвечивало, вот так вот получается. Вот я только что нарисовала. Точнее, это он. Вот, было-стала, можно сказать, разница во сколько, наверное, в 9 где-то месяцев. Я хочу, чтобы вы придумали ему имя, у меня где-то было записано его имя. По-моему, его звали Рекс, или как-то по-другому, сейчас точно вам скажу, или не скажу. Короче, придумайте ему новое имя, и желательно очень оригинальное, чтобы было как-то прикольно. А я пошла рисовать других собак. Привет, меня попросили сделать обзор на всех моих собак. Я делаю. Первая собака с отдельной головой, это Баденко Эпиценко. Это вторая собака в таком стиле, зовут его Тайлер. Вторая собака, также с отдельной головой, у меня на аккаунте, это Сникерс. Правда, у него Амстав. Третья собачка, это Кинг Чарльз Паниэль, девочка Молли, она вот такая вот Манюня. Четвертая собака у меня на аккаунте, это Эля. Честно, я не помню, какой он пород, и... Ну, да, тоже мальчик. Дальше идет Корица, порода у нее Конокорсу. Она тоже девочка, и это одна из последних моих собак, которых я делала себе на аккаунт. И да, это Конокорсу, у них бывает такой окрас и некупированные уши, так что не надо мне тут ля-ля в комментариях. И самая последняя любимая моя собака, это вот такой немецкий док. Его зовут Ют, и это также самая большая моя собака. Ну, в принципе, на это все, ждите новых видео, всем пока. Что ж, ребят, всем привет. Ко мне приехала посылка от подписчицы, так что сейчас будем распаковывать. Пинцет я благополучно потеряла, поэтому будем распаковывать моими крылыми ручками. Да. Так, тут был вот такой вот милый конвертик с мухомором, вот так вот он выглядит. И вот тут уже вижу первый конвертик, давайте его откроем. Я не знаю даже, как его отсыпить, потому что приклеивали его намертво. Так, я уже отсыпила, и сейчас откроем, посмотрим, что тут. Уйди, боссы. Короче, тут были вот такие просто милейшие стикеры с котиками, спасибо огромное. Мне все интереснее становится, что там внутри. Сейчас будем аккуратненько продолжать открывать. Высыпаем прям. И вот, что тут было. Первое, что мне бросилось в глаза, это вот такие вот блестящие прикольненькие мисочки. Всем привет! Дальше тут было две вот такие вот объемные штучки. Первое баскетбольный мячик, а второе вот такой вот мухоморчик. Короче, ребят, видео получается очень длинное, поэтому ждите вторую часть, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка на него в шапке профиля. Всем пока-пока! Крохочет гром, сперкает молния в ночи, а на холме стоит безумие и кричит, сейчас поймаю тебя в сумку. Я вижу, что вторая часть вам очень понравилась, поэтому это завела бы или нет. И первое это Корги. Корги мне нравятся внешне, но характер у них не такой уж и простой, но я думаю, я бы справилась, поэтому да, завела бы. Пекинес. У них довольно простой характер и маленький размер, но не завела бы из-за внешности, потому что их морда мне не нравится. Кана Корсе. Мне нравится их темперамент и в принципе нравится внешность, но мне кажется, с такой большой собакой я бы не справилась, поэтому нет. Джек Рассел Терьер. Мне эта собака нравится внешне, нравится ее темперамент, поэтому думаю, я бы завела ее, несмотря на ее гиперактивность. Такса. Таксу я бы не завела, потому что у них довольно непростой характер, ну а так, в принципе, внешне она мне нравится, но из-за характера нет Алабай Алабай я бы точно не завела, потому что, как по мне, это слишком большая серьезная собака для меня, и плюс, они мне не особо нравятся внешне, поэтому нет Английский кокер спаниель Эта порода мне очень нравится внешне, нравится ее характер, конечно, нужно будет специальный уход за шерстью и за ушами, но я думаю, это не такой большой минус, поэтому я бы завела Доберман Мне эти собаки очень нравятся внешне, у них простой уход за шерстью, но с характером, конечно, нелегко, но я думаю, я бы справилась, поэтому завела бы Мальтипул Да, и еще раз, да, эти крохи мне очень нравятся внешне, нравится их тип шерсти, и у них простой характер, поэтому точно да К сожалению, туториал на дом я не могу сделать, но могу рассказать, как я его делала Почему же я не могу сделать туториал, это потому что каркас, сам каркас, делала не мой папа Ну что ж, давайте расскажу Вообще, сам дом из дерева, а тут он просто обклеен обоями и вот такой вот пленкой, которая очень похожа на ламинат Также есть второй этаж, но он из картона, и на нем тоже эта пленка Сам каркас сделал папа, то есть он вырезал эти деревяшки и приклеивал, так сказать, пришурупивал вот деревяшку в деревяшку Обои приклеил тоже он, ну, а вот этот вот, так сказать, ламинат приклеила я Я сделала все вещи и так далее В скором времени, возможно, сделаю туториал на лестницу, если вы будете просить Вообще, зеркало, оно, так сказать, не знаю, я его просто нашла у себя в доме, и решила, почему бы не поставить к собакам в дом А второй этаж я клеила на клей пистолет Это были все, так сказать, секретики, и всем пока Найда, а ты хочешь себе нового друга, да, нет или не знаю? Да, хорошо Найда, а ты хочешь кого-то призвать или найти? Не знаешь Найда, а ты хочешь, чтобы я призвала Цербера? Да, хорошо Найда, скажи, пожалуйста, как думаешь, Цербер злой или нет? Не знаешь? А он злой или он будет милый? Тоже не знаешь? Как думаешь, у Цербера три головы или нет? Тоже не знаешь? Ладно Будем с тобой вызывать Цербера? Да И как будем его вызывать? Будем с тобой пробовать? Ну, тогда давайте будем пробовать, да? О, хороший песик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! В прошлом видео я сказала, что у нас будет небольшая обновочка для собак Отличная для нашего нового щенка Чухуахуа, которую я сегодня заберу из больницы Так она еще очень маленькая, я решила, что ей лучше жить отдельно Как вы уже можете заметить, это будет отдельная комната Я опять немного увеличила наш домик И поэтому готова вам уже представить новую комнату Все собрались посмотреть, ну поэтому вот Вот так вот она выглядит, она, впрочем, обычная Тут серый обой, но ее осталось только красиво обустроить И давайте же это сделаем Вот тут в углу будет стоять наша переноска И с ней сегодня я заберу собачку Но если что, будет она стоять у нас здесь Далее туда в углу я поставила две мисочки для воды и еды Далее небольшая коробка, скорее всего, для игрушек Либо же еще чего-то другого И последнее вот такая вот лежаночка Ее поставлю вот здесь Вот, осталось только все тут еще немного наполнить На стену я сделаю картины и, возможно, еще какие-то крючки У меня еще такая вот игрушка для маленьких пород собак Тут много игрушек Давайте выберем отсюда самые лучшие игрушки для этого щенка Вот такие вот небольшие игрушки я взяла Уже купила немного покупачек для нашей большой собачки И обзор на них я сделаю в следующем видео Но, впрочем, вот такая вот комната у нас получилась Хантердог на звязку Зараз вы видите оцего песика, которого я сейчас малюю Это моя самая найулюбленіша порода Доберман Також я запускаю новую рубрику на своем канале Пишите, какого песика вы хотите, чтобы я намалювала Я его намалюю Давайте же покормим нашу крыску В первую мисочку положим три банана Также вот таких вот кусочка яблока И два листочка зелени А в другую мисочку положим кор Да, ребят, не нужно спрашивать, почему кормим все мисочки? На этом сиды и все Ставим обратно в клетку Сейчас только брать воду в поилку Готово Всем привет! И у меня попросили обзор на натуралочку Извиняюсь за посторонние звуки И да, давайте же начнем Первое это вот такой вот контейнер В котором, собственно говоря, все и хранится Он очень удобный Если нужно, то на все в этом видео я могу слегка сделать тотор И да, кстати, это будет обзор не только на натуралку Но и все, что связано у нас с едой Конечно, миски я не буду показывать по причине того, что мисок у нас слишком много Далее это вот такой вот корм грандо И да, корм у нас единственный, к сожалению Да, я могу сделать еще для вас и для туториала Далее это у нас тортики Вот таких вот прекрасных тортиков Этот самый первый на 15 подписчиков Вот этот второй уже на 50 с прошлого видео А этот третий, это бента торт, также с прошлого видео Далее это водичка Да, как бы странно ни звучало Ну, я не думаю, что ее особо видно И тем более о ней, ну, типа не о чем говорить Далее это вот такие вот игрушки-лакомства Это вот такая вот якобы из дерева коры На самом-то деле это какой-то орех, который я взяла в парке И вот такие вот лакомства для собачек Кстати, это когда же легкая Далее это мои разные весы И вот эти вот мои самые первые весы А вот это вот мои вторые весы Ну, такое ощущение, будто бы вот эти больше похожи на новые Ну, не знаю, скоро буду делать весы еще лучше Далее это лососевое масло Вот это вот старое Ну, видно, что он нарисован не очень А вот это вот уже новое Вот такой вот фокус Вот такое вот красивое Далее это у нас по мелочи здесь И легкое, и печень, и селезенка И обрезь, даже кормик есть Немножечко творожка, куриные лапки Бычий корень, бычий чухи и так далее В общем, как вы поняли Еды у нас уж точно достаточно Пишите, на что же мне сделать туториал из всех моих вещей И я обязательно сделаю Всем здравствуй, это третья часть Открываем И первое, что тут есть, это вот такая вот лежанка от Laudog Стоять она будет вот тут Далее вот такие вот лакомства для собак от Trixie Это куриные палочки Ну и последнее, это вот такие вот две упаковки Грандорфа Это у нас Грандорф на 5 кг для щенков А это у нас Грандорф на 2 кг Он для взрослых маленьких пород Ну и то есть для Лекси Ну а теперь самое важное Это вот такая вот переноска Ну а в ней уже находится собака Давайте же ее откроем Это у нас вот такой вот красавец Border Collie Его зовут Марвел, и ему 4 месяца Ему с собак переноской положили вот такую вот мягкую игрушку Пищалку, авокадо Также перенку, которую нужно убрать Очень надеюсь, что не подружится с Лекси Ну а всем спасибо за просмотр, пока!